Привет-привет, я подключилась, как меня слышно, как видно. Привет! Я сегодня в таком горизонтальном режиме съемок, потому что мне так удобнее потом на YouTube это все залить по просьбам трудящихся. Привет! Привет, мои хорошие! А я что, сегодня вышла в эфир? Хочу с вами посидеть и полакировать немножко корзиночку, сумочку, которую мы сплели. Я все хочу ее корзиночкой назвать, но она, да, такая получилась, как сумочка, корзиночка такая. Смотрите, какая красота, я от нее просто обалдею, посмотрите. Я сегодня уже доделала ручки. Ну, сразу я доделала, сняла видосик небольшой, как я вообще это все приделывала, потому что вчера в трансляции я так быстренько на скорую руку показала, вот, все-таки не то, да. Поэтому, смотрите, какая прелесть, я не могу вообще, я что-то прет. Так, ну и давайте же начнем, наверное, да, по ходу дела все это самое. Привет, мои хорошие! Привет, привет, мои хорошие! Как у вас настроение? Пишите, как настроение. Привет! Hi! Hi everybody! I'm glad to see you! Как у вас там с видео? Восстановилось? Нет. Ничего не восстановилось. Сегодня с утра, я пока буду тут открывать все это самое. Давайте сейчас скажу, что я буду делать. В общем, я взяла пропивку, которую обрабатывала трубочки, вот эти коричневые, вот эти вот. Я сейчас вот, у меня всякие микротрещинки есть, я сейчас их маленечко замажу, вот. Я утром сделала, а смотрю, сейчас еще у меня есть такие микротрещинки, которые нужно замазать. Все очень просто, в принципе, я беру кисточку, химичу это, да, беру кисточку, и вот если у меня вот есть где-то трещинки тут, например, вот, вот маленькие такие, я все вот пытаюсь замазать. Ну, конечно, утром я все, в принципе, поделала, я думаю, что уже, наверное, мало чего нашлось. Ну, если только вот такие всякие трещинки. Это Лёва у меня пришел, приглажал Лёва. Только с ними тоже надо быть осторожным, с замазыванием этих трещин, потому что вы можете замазать, и все замажется. Ну, сами понимаете, да? Вот. Так, ну, где-то вот тут вот, я не знаю, что это тут такие, может, не прокрасы какие-то. Короче, все тут подправляю, что у меня тут есть, все подправляю. Вот. А что у меня сегодня с видео было? Привет, привет, мои хорошие. Так. Привет, спасибо большое, сумочка супер, я сама в восторге. С работы устала, ой. Отдыхай, конечно. Вам видео надо сохранять отдельный съемный жесткий диск. Короче, с жестким диском, да. Красота, спасибо. С третьего раза получилось написать. Ну, там такая, Настя, приветики. Там такое, в общем. У нас есть, у меня есть отдельный жесткий диск внешний, который подключается к компьютеру. В принципе, там все видео. Но почему, короче, в общем, я их сама, по сути, удалила. История была такова. Я пока вот буду тут маскировать всякие дефекты, я буду вам все это рассказывать. История была такова, что, я не знаю, наверное, не очень хорошо я вот так вот поставила себя. Давайте вот так вот, во, во, чтобы у меня было видно и сумочку. История была такова. Сегодня я решила немножечко почистить вот мою папку с видео. Что-то там удалить, что-то не удалить и так далее, и так далее. И я еще открыла там. И те видео, которые у меня были лишние, я уже их отметила, ну, как бы выделила. И нажала «Делит», и мне компьютер предлагает, типа, что эти файлы слишком большой размер имеют. Вы действительно хотите их удалить? Если они удалятся, то не в корзину, а сразу безвозвратно. Потому что в корзине же мало места для файлов. Ну, как бы, если они большие, то они сразу безвозвратно удаляются. На что я сначала удивилась, подумала, хм, думаю, странно, а что там три видео у меня и большой размер? Всего-то, ну, там получалось, что три видео весили там всего-то 50 мегабайт. Всего 50 мегабайт. Просто мизер. Вот надо было мне, конечно, задуматься и, ну, обратить на это внимание. Я не задумалась, не обратила на это внимание. В итоге, представляете, я нажала «Да». И у меня папочка это опустела. Я сначала, ну, у меня сначала был шок. Я реально не знала, чего ответить, что случилось. А потом уже приходит ужасное сознание того, что я удалила все мастер-глассы свои. Ну, не все, там 30 видео, короче, удалено. Вот. Другие мастер-глассы они остались, а вот 30 остальных нет. В общем, мы сразу скачивать программки там туда-сюда. Мое, короче, мое упущение, что я, конечно, эти видео не загружаю никуда. Это уже сейчас вот мы утром купили хранилище файлов на Яндекс.Диске на год заплатили, купили. Это к вопросу, куда уходят ютубовские деньги. Вот, пожалуйста, там, как это, то, что монтируют, да, то куда это все загружается. Вот. Ну, в общем, да, конечно, немножечко в расстройствах была, потому что там, короче, у меня два видео удалились, которые я уже одно засняла, и другое тоже начала снимать, и оно у меня как бы на будущее. Вот. Ну, просто, да, придется снимать заново. Не, восстановить систему не удается. Там немножечко другой, другая последовательность восстановления файлов. Привет, привет, мои хорошие. Там другая... Смычка клевая, спасибо. Если восстанавливать систему, там немножко другое, там файлы сами не восстановятся. Наоборот, если я запрошу восстанавливать систему, они уже совсем не восстановятся. То есть тут есть хоть какой-то шанс, пока ты не выключил компьютер, вот это все как бы попробовать. Вот. Так. Ну, все, вроде бы. О, вот еще там такая штучка такая. Хочу ее замазать. Вот. Ну, все, вроде бы я все замазала. Сейчас лаком все будем покрывать. Вот. Ну, не знаю. Вот мы, значит, скачали одну программу хорошую для восстановления файлов. Всем, главное, она помогает по отзывам. Она, вроде бы, нашла даже те видео, которые мы запросили из сканирования. Она нашла, выдала нам вопрос, какую папку это все закачать. Сейчас мы ОК нажали, там выбрали папку ОК, и все, эта программа вылетела. В общем, не знаю, будем, конечно, думать, но... В общем, кто снимает мастер-классы и всякие такие моменты, видео всякие снимает, помните, что нужно всегда это все загружать в какое-то, не знаю, хранилище и не расстраиваться, если что-то там удалилось. Что делать? Жизнь такая. Так, 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 так. Со швейной машинкой? Нет. Видео, которые... Короче, вот на канал я залила видео, они уже на две недели вперед. Вот эти, слава богу, они были залиты на канал, и со швейной машинкой тоже. Ой, это просто вообще... Я вчера, когда заливала видео там одно на канал, я еще думала, да, может, его вообще не надо заливать, пусть на компьютере будет. Слава богу, я его залила. Поэтому... В общем... В общем, вот так. Сумочка прикольная, спасибо большое. Новое видео снимешь, и они... Да, наверное, ну, все, что нам, да, не дается, все к лучшему. Остались записи, конечно, конечно. Ссылка обалденная, спасибо, Снежаночка, приветики. Ахаха, никак не привыкнуть к новой кухне. Суперская. Так, как тут не расстроиться, столько работ. Ну да, ну, с другой стороны, конечно. В общем, надо не привязываться. На самом деле, мне даже поплохело, потому что я очень сильно привязана к своей работе, да, к своему каналу, я просто не представляю, если я случайным образом, представьте, удалю канал. Я не знаю, вообще, наверное, будет мне плохо. Даже не то, что там просто, вот, как бы эта история, да, и столько трудов сюда вложено. Знаете, просто я буду лакировать сумочку и с вами болтать, да. Сразу покажу, каким лаком лакирую. Это новую купила упаковку Tex-лак для саун. Отзеркаливает немножко. Я в YouTube постараюсь выложить не в зеркальном виде. Ну, такая синенькая вот Tex-лак для саун просто. Нравится мне очень даже дешевенький такой, для своей цены отличный вариант. Очень нравится. Так что, конечно, конечно, может, будут и лучше. Но это урок, реальный урок. И мне за невнимательность тоже урок, потому что, я не знаю, ну, как можно вот так вот взять и удалить видео свои, да. Я их почему же и храню. Мало ли, что с этим каналом случится. Понимаете, разные тю-тю пишут мне всякие вообще такие уж, я не знаю, ну, до смешного момента доходят, что я там скопировала квадратную корзиночку с какой-то круглой корзиночки выложила. И, в общем, плагиачу везде. Ну, мало ли, да, придет страйк какой-нибудь. Я понимаю, что, чтобы подать страйк на ютюбе, это ого-го нужно сколько доказательств. Но, бывает же, блокируются всякие разные каналы. Просто без любого повода. Вот. У меня видео блокировали же тогда, я, помните, вам рассказывала. Ну, вот, мало ли, что-нибудь случится. Так открою второй канал и видео буду выкладывать уже на второй канал. Они у меня будут сохранены. Вот. Поэтому я видео эти и сохраняла все на компьютере. Ну, что делать? Новая жизнь. Ничего страшного. Все продолжается. Вот. Просто урок такой, что надо быть более внимательными. И, вот, у меня всегда, так, что-нибудь, когда-нибудь, вот, что-нибудь покажется такое мне. И у меня сомнение такое. Как? А может это? И я все равно делаю по-своему. Даже не слушая свои сомнения. Вот, нужно всегда слушать свой внутренний голос. В общем, учимся. Учимся жить. Мы сомнень-то обжиматься. Продолжаю мучиться. Учимся жить. Ээээээээээээ. Космическая сумочка, спасибо You Natu большое. Мне она самой нравится. Я же ее, когда еще не доплела. Без ручек была. Это вторая часть трансляции была. Значит, я ее поставила сюда, все ходила и думала, какая же клевая сумка. Мне она серьезно вообще так офигенно нравится, просто сама. Вот не знаю, есть изделия, к которым отношусь равнодушно? Вот напишите, кстати, есть ли у вас такое изделие, от которого вы просто балдеете, просто так балдеете, ходите, во-первых, вы всего себе оставили и ходите, вот так смотрите, пользуетесь им. Вот напишите, очень интересно знать. Когда покрываете лаком, его не разводите? Да, нет, не развожу. Приветики мои хорошие, что за тема? Ну, просто, Олечка, привет. Лакировка, просто лакировка, вот сумочку мы сплели, сейчас надо же ее пролакировать. Вот, так что, такая обычная, короче, тема. А как-нибудь можно видео скопировать с канала? Можно, да, оно сохраняется, но качество у него немножечко хуже. То есть, если, например, видео я закачиваю в самом лучшем качестве, да, там, то оно скачивается с YouTube не в очень хорошем качестве, на порядок ниже. Даже если запрашиваешь хорошее самое, хорошее качество, но все равно, хоть и заявлено, что самое хорошее, но дают знать о себе, что скачиваешь. Это со всех ресурсов. Даже вот мы сегодня выбирали Янтекс, ой, диск вообще выбирали для хранилища файлов. Вот есть Google диск, он стоит очень немерено денег, 5000, по-моему, на год. Но это серьезно много. То есть, его же нужно продлевать потом каждый год. Вот, и главное, чтобы, когда вы файлы закачиваете в диск, вот на облако куда-нибудь, главное, чтобы размер файла не сжимался потом. То есть, например, есть такие облаки, которые, хранилища, которые закачиваешь туда файлы, они сжимаются, и все, и потом они не восстанавливают исходный размер видео. Вот мы купили Яндекс.Диск, получается, мы проверили уже. Он как бы закачивает, сжимая размер файла, но потом, когда ты снова его закачиваешь на компьютер, исходное, вот этот размер, исходное качество, оно сохраняется. То есть, на это тоже надо обращать внимание, оказывается. Вот, так что, если у кого-то вопросы, короче, возникнут, то обращайтесь ко мне, я все отвечу. Привет, привет, мои хорошие. Привет, еду в машине, забежала, поздоровался, Настя, приветики. Приветище, Танюш, приветище. Чем ручки крепили? Ой, крепила. Короче, короче, ручки, конечно. Я взяла ниточкой сначала их туда-сюда, закрепила в двух местах, а потом я взяла проволоку такую флористическую. Это вот Аллочка мне посоветовала. Зажала ее, тоже как бы закрепила вообще намертво еще плоскогубцами, вообще намертво. И потом обмотала. Вообще намертво. Я проверила, сюда уже 5 килограмм вошло, но у меня, наверное, 5-4, может, с половиной фруктов. Вот, все держится вообще обалденно. Мне кажется, что и больше, наверное, в месяц, просто больше не вместилось. Ну, может, и в месяц, а блокнот еще какой-нибудь. Конечно, я столько килограмм в руке вообще никогда не ношу. Так что мне 2 килограмма для сумочки нормально. И для моей спины тоже. Но очень прочно получилось, очень. Вот с этой флористической проволокой прям... Я видосик сняла, но, наверное, на следующей неделе выложу. У меня сегодня прострация немножечко случилась. Спасибо просто для этого коллапса. Лада молодец, что не расстроилась. Как говорится, разлитое молоко обратно меня не соберешь. Да, конечно, да. Тем более, ну, с моим мужем особо не расстроишься, не запаникуешь. Потому что, когда я очень сильно паникую, он, короче, перестает мне помогать. Я, короче, должна сохранять спокойствие, спокойно его попросить о помощи, так там согласиться. Ну, не все мужчины любят, когда там женщины паникуют, да, расстраиваются. Поэтому это меня немножечко дисциплинирует. Не, нормально, нормально. Я приняла это, в общем. Вот. Да и, конечно, чего расстраиваться. Новые снимем, старые скачаем. Если что-то произойдет, что делать. Жизнь такая. У меня есть пасхальный венок. О, круто. Есть, конечно, и не только одно. А и не одно только. Вау, здорово. Приветики. Сколько трубочек ушло на сумочку? Сейчас вот я буду считать тогда. Здравствуйте. Тоже хочу. У меня такое изделие есть. Это по поводу самого-самого любимого. Коробочка черно-оранжевого цвета на кухню. Там такой оранжевый цвет. Вырви глаз. А на фоне черного просто бесподобно. Вау. Супер просто. Вообще представила классно. Левка поместится. Да, кстати. Вообще без проблем. Добрый вечер. Вы умничка. Очень красивая. Я на пару минуточек зашла. На дежурстве сейчас буду смотреть записи трансляцию. Аниточки, привет. Привет. Спасибо большое. Ой, Катюша присоединилась. Ну что, в понедельник будем лилии рисовать? Не знаю. Еще там хотели что-то акварель. Показать что-то по городу. Может быть эти у нас 24-го, по-моему, алые паруса будут. С 23-го по 24-е. Не знаю. Не знаю. Кстати, сегодня на канале у меня я сняла видео заранее. Хорошо. Обзор моего крафтового блокнотика. Там с рисуночками. Кто просил. Когда снимала, тоже вспоминала, что там, как. Вообще интересные такие видеообзоры. Покажу сумочку. Вот. Ну, она получилась как корзиночка. У меня муж сказал, что это типа корзиночки. Ну, мне вообще... Вообще фиолетово. Хоть корзиночка будет. Мне она все равно нравится. Буду ее носить. Я не знаю, кстати, буду ли я к ней делать чехол внутренний. Ну, как это? Подклад, да? Наверное, все-таки не буду подклад делать. Или же сделаю, но... Не знаю. Я не знаю насчет подклада. Вот напишите, нужно ли в такую сумочку подклад. Может, действительно нужно? Даже не знаю. Из льна, если только подклад делать. Я так просто посмотрела туда, вещи положила. Подклад, не знаю, мне не очень понравился. Но, может, с целью практической цели подклад будет хорошо, идеально. Не знаю даже. Привет. Что такое алые паруса? Вы все время говорите, я непонятно понять не могу. Это праздник выпускников. Это пускание корабля с алыми парусами в честь выпускников наших, которые заканчивают учебные заведения в основном. И они там, в общем, празднуют это все дело. Такой праздник. Хорошо. Какая красота, прелесть. Будет котейки на минутку? Не, наверное, не будет. Голубой цвет очень нежный и красивый. Да. Я, знаете, у меня даже такая пришла мысль, как это сказать, дикая, что я даже эту сумку могу на заказ сплести. Не знаю. Я на заказы обычно не плету, но такую красоту я готова еще раз сплести. Только, может, в другом цвете в каком-нибудь. Я за подклад, чтобы не так загрязнялось внутри, но она и так красивая. Ага, ну, надо подумать, да. В общем, рассмотрю этот вариант, Наталья. Обязательно. Спасибо. За лайк и у тебя, и твою сумочку. Спасибо, Катюш. Как твой ремонт поживает? Рассказывай. Тебя не видно, не переживай. Вот, это значит, вот что значит, когда домашние дома имеют видеоблогера. Постоянно заходят, постоянная видеосъемка какая-то, эфиры, да. Туда-сюда. Спасибо, я за лайк. Всем приветики, уже сумочка сплетена, красота. Да, Юль, уже все сплетено. Вчера вот практически сплелись, сегодня я ручки доделала. Ну, я не знаю, я вообще балдею от нее. Я, наверное, ну, я от одного изделия тоже балдела. Вообще, у меня есть несколько. Вот мне кот-шкатулка очень нравится. Лягушона моя. Я балдею до сих пор. Она хоть уже и не у меня, но все равно. И зайка. Зайчик-легайчик. Тоже мне очень нравится. Так. Мне кажется, что подклад не нужен. Она же пляжная, там полотенце, крем. Зачем подклад? Лично я бы сплела без подклада. Но я еще буду использовать ее для всяких. В магазин пойду за продуктами. Или куда-нибудь, не знаю, покрасоваться куда-нибудь. На Невский проспект. Кстати, в ручке я вообще не делала проволоку. Я уже, когда сплела ручки, их, значит, установила, я поняла, что там у меня нету проволоки. Но они, конечно, вот такие вот, они очень податливые, да, у меня очень податливые. Я их, конечно, лаком немножечко тут, это самое. Вот, но из-за того, что нет проволоки, тоже очень хорошо. Мне податливые такие больше нравятся ручки. Ой, как неудобно читать, конечно, в этом формате. Да-да, плетит, только попробуй все-таки японку. Думаю, будет круто. Угу, хорошо. Японку я же пробовала на елочке, по-моему. Мы тоже болеем от твоей сумки. Плетите, давайте. Плетите себе такую, вообще здорово. Я вон сумки боялась плести, думаю, что, ерунда какая. Боюсь сумки плести, и все. А оказывается-то ничего сложного такого, ничего страшного нет. Ой, дорогая, движется, у мужа один выходной, поэтому потихонечку идет. Сегодня что-то, голова болит, приехали из танцев, лежу, встать не могу. Давай, отдыхай, конечно, ты вообще перегрузилась. Отдыхай, отдыхай, моя хорошая. Я вот себе отдых устрою на этих выходных, вообще ничего не плести не буду. Ничего делать не буду, устрою отдых. Ну как, у меня сейчас плетется один проект. Но проблема такова, что он уже наполовину готов, он уже даже отснят, а видео удалились. Поэтому у меня сейчас дилемма продолжать его плести, продолжать снимать видео, а потом как бы доснять сначала отдельно. Либо закончить вариант и сразу начать заново. Не знаю. Либо вообще тогда видео не снимать, это, ну, заказ, заказчица, в принципе, ждет нормально, терпит. Вот. Либо тогда вообще не снимать на эту корзиночку видео. Но она просто такая интересная, поэтому я хотела вот снять на нее и видосик. Ну, там как получится, конечно. Я до понедельника подожду, я завтра, послезавтра буду отдыхать от этого всего вообще творчества, наверное, все-таки надо. Приеду на дачу, буду полоть грядки и буду отдыхать активно. Вот. Хотя, знаете, на грядках тоже отдыхать активно не получается. Сложно плелась? Нет, кстати, очень легко плелась, без формы она плелась. С подкладом, скорее всего, будет более завершенный вид. Во, как спасибо большое. Вы покрывайте. Я покрываю вот таким вот лаком текст для саун. Он одеркаливает, одеркаливает немножко. Ну, вот он так выглядит. Просто тут написано текст, лак для сауны. Тут такая сауна нарисована с веником. Ты ее не грунтовала? Не, не грунтовала. Сумочка будет не гнущаяся? Не, не гнущаяся будет. Ну, если только вот здесь вот может быть. Аниточкин приветики. Не порвутся быстро ручки? Не, я думаю, что нет. Ну, все, мне пора. Пока-пока. Жду каждую трансляцию. Люблю. Спасибо, Катиш, большое. Я тоже шить не люблю, не умею. Ой, я что-то пропустила. Тут один момент какой-то, да? Привет, привет всем, кто присоединяется. Я, кстати, не засекла вообще, когда начала трансляцию. Кто помнит, скажите мне. Тебя, Споке. Пока-пока-пока. Может кожей сверху прошить? Не, я не хочу кожей. Не знаю, кожей не хочу. Я думаю, что не порвутся. Я же в ней тяжести не буду носить. Максимум буду носить ключи. Ну, как я максимум ношу? Ключи, блокнотик. Что еще у меня? Ключи, блокнотик, кошелек. Ну, то есть. И я ее уже не каждый день буду носить. Ну, так вот на выход. Потому что каждый день у меня другая сумка. Какая-то такая, заезженная на каждый день. Я вообще рюкзаки люблю, поэтому я рюкзак ношу каждый день. Ну, вот это так на выход. Так что все нормально. Думаю, все будет окей. Не грунтовала, да, чтобы она не была уж слишком жесткая. Тут тоже не грунтовала. Так. Лада, с подкладом будет практичнее. Анюта пишет, желательно со съемным, чтобы постирать, только не мешок. Это по форме, возможно, наружу завернутый. Ну, не только, чтобы по форме, но не мешок на кулиске. Ну, даешь, конечно. Ладно, буду думать. Начиная заново, твоя заказчица получит в подарок вторую корзинку. Ну, кстати, можно, да, кстати, можно, да. Тоже вариант. Она будет только рада. Как там удаленное видео плетение? Никак. Все, удалились. Безвозвратно. Начинаем новую жизнь. Возьми меня на дачу. Я вообще хлопот не создам. Спрячусь. Давай, давай, Катюша. У нас там грядок полует немерено. Так что приезжай, будешь у меня помогать немножко. Лишние руки нам не помешают там. Немножко отзеркаливает. У нас жара такая. Я себя поливилизатором обалдеть. Ну, вот такая жара вообще. 25 минут начали. А, ого, спасибо большое, Наталья. Спасибо. Приветики, приветики. Значит, 25 минут. Тоже купила сумочку. Большую капец, что там только нет. Теперь перешла на маленькие сумочки. Вот-вот. И не надо с собой ничего брать. Очень нравится. Завтра тоже такую ночную. С такими ручками и не грунтованную. Давайте, да. Вообще, ручки мне понравились тем, что я думала, что из 8 трубочек. Но я, короче, значит, сплела себе из 8 немножечко так. Ну, как образец посмотреть. И мне вообще как-то не понравилось, как они выглядят именно вот с этим вот. вот с таким стилем корзинки. И я подумала, ну, можно косичку сплести только тройными трубочками. Вот. Так, все, по-моему. Так. И продолжим. Пока тут мы эти самые ручки красили, у меня уже тут все высохло. где лакировалось. Лакировалось. Где лакировалось, все высохло. Кисточка, да, если кто-то с жесткой щетиной у меня. Кисточка. Ну, такой. Она не особо такая жесткая, мягенькая. Ну, как жестко-мягенькая. Жестко-мягенькая. Такая средней жесткости, можно сказать. Привет, привет. Я так объясняю, конечно. Так, завтра, оказывается, дел много. А, ну, давай, делай с Виндина. Так что, я о корзинке и видео. Ты когда снимешь, потом начнешь новую. А смысл? Вторую будешь все равно доплетать. Вот снимай сразу, а это уже в свое удовольствие. Без камеры поплетешь. А, кстати, да. Кстати, действительно. Почему бы и нет? Вариант хороший. Вариант хороший. Не, ну, тут я, конечно, не нацеливаюсь так, что прям нужно у меня снять видео. Нет. Там уже как пойдет, конечно, дело. Вот. За этим не гонюсь в этом случае. Но если мне удалось, Сэн. Я вообще люблю-то видео снимать. Люблю. Почему я их много снимаю? Я просто люблю снимать, реально. Я не люблю вести соцсети. А видео люблю снимать. Ручки плоские-то лучше, чем из восьми. Да, да, да. Вот. И в руке тоже они хорошо держатся. Привет, привет! Хоть где-то... Я на эфир не успела, но вечно на записи смотрю. Приветики. Не люблю планеры и блокноты. Веду все планирование на сервере, в компьютере. Я тут посмотрела твой блокнот Мидери. Ладно, это круто. Очень понравилось. Спасибо за видео. Ой. Я тоже вот раньше, да, к этим всем блокнотам относилась. Короче, я тоже влюбилась в это Мидери. Так что прям вот хочу еще какой-нибудь блокнотик сделать, но я ищу кожу. И кожа у нас в магазинах продается не ахти какого и качества. И вообще, вот знаете, мне кажется, что в наших магазинах вообще вот сидят просто и знают только три цвета. Черный, серый и какой-то противно серый. Все. А нет, чтобы там, например, закупить кожу зелененького цвета, сиреневого какого-нибудь, фиолетового. Вообще нет никакого выбора. Приходится искать на каких-то там оптово-розничных сайтах именно кожзама. Почему так? Не знаю. Вот я в какие магазины не ходила. Черный, серый и какой-то непонятно какашисто-серый цвет. Ну ладно, в общем. Хочу вот найти кожу хорошую и сделать еще такой блокнот. Короче, я сама им заразилась. Но он реально удобный, вообще удобный. Я думала, что тетрадочки будут вываливаться. Нет, вообще отлично все держится. Ай, сумишка такая маленькая моя. Я не знаю. Покрываю лаком и... Короче. Теперь тоже такую сумочку хочу. Давай, давай. Он просто по времени не затратный и по усилиям. Да, да, менее затратный, точно. Как же мне нравится эта сумочка большая. Спасибо большое. А видео по плетению сумочки есть на ютубе? Есть. Все три части трансляции. И я до среды, наверное, все-таки успею смонтировать то, что я вот досняла по ручкам. Покажу уже поближе. Так что есть. Есть. А ну как вот трансляции выходят, так они сразу на ютубе остаются. Теперь такую. Спасибо. У нас тоже с кожей проблемы. Сколько еще ничего нормального нету. А заказать вдруг кота в мешке. Вот-вот. Я убегаю, Катюшечка, пока-пока. А заказывать действительно это как кот в мешке. Закажешь, и там есть подложка же у кожи, по-моему. Вот я обычно покупаю тканевую подложку. Мне нравится очень. А здесь я купила кожу вот неделю назад. Вроде она мне понравилась. Вроде серый такой цвет, такой вот еще фактура такая. Я приехала домой. В магазине одно освещение. Дома я посмотрела. Батюшке, думаю, что я купила. Там еще такая подкладка. Какая-то флизелиновая. Да, она немножечко получше, чем тканевая. Такая кожа более прочная получается. Не плотненькая, а более прочная все-таки, надежная. Но для блокнотов мне не очень нравится. И цвет. Я посмотрела, думаю, что ж такое-то. Вообще не мое с цветом. Посмотрела на Алиэкспресс ткани. Там они поштучно продаются. Вот отрезки. Там большинство мне не подходит по размеру. Но нашла там один магазинчик, который продает хорошие отрезки. Но не знаю, тоже купишь, она вонять будет. Да, вот действительно, ход в мешке. Нашла в магазин у нас здесь в Питере. Опторозничная торговля кожей. Там даже автомобильная какая-то кожа. Кожзам на автомобильные чехлы, по-моему. Она чуть-чуть поплотнее. То есть и для блокнота Мидери в самый раз будет. Ну, не знаю, короче. Там у них покупка от одного метра. А мне один метр кожи не надо. Я же тогда вообще не знаю, что с ней делать-то. И столько блокнота печатать на продажу. Или, ну, не знаю, на подарки. Но у меня таких даже людей нет, которым нужны эти блокноты. В таком огромном количестве. Будем смотреть. Вот. Так что будем думать. Ну, пока я не тороплюсь. Я так заметила всегда, что я себе удочку запускаю, идею какую-то. Ищу, смотрю и обязательно все складывается хорошим образом для меня. Когда вот время пройдет, тогда все хорошо складывается. Поэтому я пока не тороплюсь. Я не знаю, может быть, еще я и вторым слоем покрою. Ой, вот что хотела я сделать. Вот здесь такие клепочки хотела сделать. Чтобы дно у меня не деформировалось, когда я буду ставить постоянно. Я хотела такие маленькие шайбочки сделать. И я сделаю потом их. Вот. Шайбочки как-то. Забыла. Вот такие дела у меня происходят. Я. Мне нужны блокноты. А, ну тогда ладно. Тогда без проблем. Может, я действительно что-нибудь это... Что-нибудь в органе тогда нет. Вот. Значит, наверное, подклад все-таки нужен. Значит, ткань будет нужно купить. Ну да, подклад все-таки с подкладом будет аккуратненько. Подумаю, какую ткань купить. А еще выбраться в город и купить ткань. Приветики, Леночка! Приветики! Как твои делишки? Давно тебя не было. Мы тут сумочку лакируем. Ну все, вот я пролакировала. Оно немножечко, вот этот лак чуть-чуть липнет. Когда он сырой, он липнет. Пройдет небольшое количество времени. Вот здесь вот уже высохло, но все равно немножечко липнет. А липкость проходит через где-то пару часиков. И она проходит, реально. То есть мне нравится этот лак. Но вот тот французский, который я покупала, самый, короче, дорогой, он вообще не лип. Даже если это и сначала там его не, и сначала он вообще не лип. Вот. Но он дорогой. Я что-то в Леруа Мерлен его теперь не вижу. Всегда там покупала. Короче, перешла я на текст. Нормальный лак. По нормальным деньгам. Учитывая, что трубочки еще я пропиткой обрабатываю. Ну, в общем, хорошо получается. По качеству. Мне кажется, на сумочке, конечно, нужно обрабатывать трубочки там пропиткой или лаком. Потому что все-таки сумочки такая вещь. Они, во-первых, должны быть износостойкие, прочные. Все-таки для хозяйства эти вещи, для частого употребления. Так. Всем добрый, дорогая. Приветики, приветики. Ой, 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 ой. Ткань нежно-голубой. А, кстати, тоже об этом думала. Закрываться сумочку будет? Не, не будет. Но она как пляжный вариант. Поэтому вот так планировалось. Я вообще потерялась. Ютуб этот пипец. С 9 до 11 не работает. Это с 9 до 11, вот с 9 утра до 11, да? Так каждый день. Как раз твои трансляции, да. Не грунтовала, потому что трубочки пропиткой обработаны. Да. А, и еще, я почему грунтую вообще изделия? Для того, чтобы они жесткими были. Ну, вот, я вообще маленькие корзиночки не грунтую обычно. Я их сразу лаком покрываю. Грунтовала вот какие-то большие такие изделия. А какие вот я в последнее время даже... А, ну мешок, вот, да, вмятый мешок у меня был новогодний. Сапожок, то есть такие, которые будут стоять и которым нужна жесткость. Может быть, напольная ваза, если я буду плести, тоже буду грунтовать. А такие вот изделия я не грунтую, потому что по ней оставались гибкие. То есть, чтобы они не были жесткие. Например, вот так вот ее можно было сложить. Там, ручки, чтобы вот как-то мялись в разные стороны. Вот. Все-таки, когда прогрунтуешь, уже все. Они будут как дубовые. Но я это не очень люблю. Я вам не показываю, что внутри происходит. Вот такой процесс, как и снаружи. Поэтому просто так поболтаем. Ну, смотрю после. Да не, ничего, не надо просить про чем-то. Подклад не мою еще пришить. Маленький кошелек на молнии для важных вещей, типа ключей. В пляжных сумках такой практикуют. Вот, кстати, да, очень интересная вещь. У меня была сумка не пляжная, простая. Я ее купила. Она вообще была тоже открыта, без молнии. Я ей долгое время пользовалась. Ой, там был такой кожзам обалденный. Я ее выбросила, конечно. Я ей не пользовалась как-то полгода. Я посмотрела на нее. Она мне не нужна. Я ее выбросила. Сейчас жалею, что я ее выбросила. Потому что так бы я ее пустила на блокнот. В общем, моя проблема в чем? Проблема в том, что, во-первых, я все выбрасываю, удаляю. А потом жалею. Вот, все. Теперь вы обо мне знаете все. Не люблю складировать вещи. Файлы не люблю складировать. Я постоянно чистку произвожу этих файлов. Вот, сегодня дочистилась, называется. Грунтуете специальной грунтовкой ПВА. ПВА с водой грунтую. Грунтовкой не грунтую. Я даже грунтовку тоже выбросила. Она у меня вообще два года валяется. И я ее пользовалась-то несколько раз для окраски. И то мне она вообще не понравилась. Вот. Вообще, грунтовка для жесткости, да, она придает жесткость. Но, не знаю. У меня же другая какая-то цель. В смысле, другая цель у нее. Я не знаю, как она со временем остается жесткой. Ну, в общем, сумочки не буду, не буду свои сумочки уж точно грунтовать. Потому что, ну, реально, мне не нужна жесткость. Мне наоборот мягкость. Я обожаю тканевые сумочки. Минималистка, да, вот вы с этим проблемы, с этим проблемы, понимаете? Ну, я уже, наверное, уже с этим ничего. Идеалистка, максималистка, кошмар просто. Приветики. Hi. Hi, my dear friend. How are you? Вообще, эта специальная грунтовка, она хорошая, нужна нам в нашем деле. А про специальную грунтовку вы какую говорите? Про акриловую, да, которая используется в ремонтах. Вообще, грунтовка строительная, она используется для того, чтобы сделать хорошую адгезию с материала, вот поверхности, с красящим раствором. Вот и все. То есть, чтобы красящий раствор максимально экономично был расходован на поверхности. Также эта грунтовка подготавливает поверхность к самой краске. То есть, если вот вы эту имеете в виду грунтовку, я не знаю, полезна она в нашем деле или нет. Кто-то грунтовку добавляет в красящий раствор. То есть, это увеличивает экономичность расхода раствора. Кто-то покрывает им сумочки для, ну, в качестве, да, грунтовки, там, в качестве жесткости. Не знаю. Честно, я как-то на это смотрю, ну, как-то так. Но делают люди и делают. Я это точно не буду делать. Потому что, ну, во-первых, я попробовала красить, попробовала в красящий раствор добавлять в грунтовку. Мне не понравились трубочки совсем. Они жесткие, плохо потом смачиваются, увлажняются. Даже после увлажнения все равно остаются ломки. Мне не понравилось. Лучше я вместо грунтовки добавлю воду. Вот. А по поводу грунтовки, как вот в качестве грунтовки, тоже я так особого смысла не вижу. Просто почему такие вопросы, в смысле, почему сейчас вот так вот говорят, что вместо ПВА с водой грунтовка? Потому что я очень много раз слышала, что со временем изделия, прогрунтованные ПВА с водой, начинают размягчаться. Ну, как-то мягкие становятся. У меня не становились мягкие. Вот у меня корзиночка там под фрукты, две корзиночки под фрукты ПВА с водой прогрунтованы. Отлично, жесткие, вообще супер. Мешок вот этот новогодний. Вот Света ко мне приезжала, мастерица, я ей подарила мешочек. Вот сколько уже, ну, полгода прошло, да. Отличный вообще мешочек такой. Жесткий так и остался жесткий. Мне кажется, что это связано с качеством материала. То есть, если вы покупаете ПВА самый дешевый, то вы прекрасно должны понимать и допускать мысль, что не самый лучший будет материал в работе. Вот. Если материалы хорошие, качественные, то они в работе ведут себя соответственно. То есть, ПВА вообще он должен действительно жесткость, прочность придавать. Вот как в Папье-Моше тоже используют же ПВА. В Папье-Моше используют ПВА вот с этими браслетиками тоже жесткость, вообще никаких проблем. На века. У меня есть браслеты, колонны, которым уже лет семь. Вот самые первые мои. До сих пор, но такие жесткие, если вообще так, если постучать, как камень. Так что я думаю, что... Так, классная сумочка. Спасибо большое вам, дорогие мои, спасибо. Согласна, строительная докрунтровка для сцепления материала с антисептическим действием. Обладает, по крайней мере... Это слово не поняла, Анют. Я бы подклад сделала. Только ткань подобрать нужно нейтрального цвета. Хэбэ, может, я еще раз... Сумочка мягкая получится, я бы влила магнит-застежку такую кругленькую. Угу. Тоже не от ржавчины. Церезит. Ой, что-то такое, что это за слово, я не знаю. Клевый результат. Спасибо большое. Тем меньше будет на корзинку похоже, больше на сумочку. Ммм, ну да, кстати. Но мне она сейчас так нравится. И даже в варианте корзиночки, я не знаю, я от нее балдею. Просто балдею. Строительная грунтовка не акриловая. Акриловая я купила, ей трубочки обрабатываю. А-а-а, понял. Понял тогда. Наташа Церезит, фирма... А, фирма такая, понятно. У меня такой случай был. Старые корзины прогрунтовала ПВА, они деревянные. А вот корзина одна лакированная была на три раза. Со временем стала мягкой. Прям реально мягкой. Не поняла, почему одна она стала. Странной, конечно. Это странно бывает, что когда, если все мы одинаковое делаем, странно, действительно, очень странные дела творятся. Ну вот, даже не знаю, действительно, даже не знаю, что... В России, может, нет такой... В России нету, наверное, такой фирмы. Церезит точно нету. Хочу себе тоже сумочку. Давай, Леночка. У тебя же круглая есть уже. Давай и эту тоже. Что ты ремонтом не занимаешься. Да какой мне заниматься ремонтом? Не, ну, я как бы... Как это сказать? Я в ремонтах. Я занималась ремонтом. У мамы там ремонтировала. В общем, малярные работы производила. Еще там что-то. Стены, короче, штукатурила, выравнивала. Ну, просто там... Мы не применяли грунтовку. Не применяли, и все очень хорошо. Короче, сцепилось, все отлично, прокрасилось. Вот. Наверное, мы не так делали просто. Но все отлично сейчас держится. До сих пор уже несколько лет. Мы применяли какое-то другое средство. А что я вот в итоге не знаю. Было это давно. Ну, что там я делала, уже не помню. Так. Вообще давно ничего не плела. Давай сплети, Леночка. Присоединяйтесь давай к нам. Возвращайся к нам. Просто, видно, не сталкивалась. Лето времени как-то не хватает. Ну да, летом времени, да. Согласна. Я солушку-ключницу как-то прогрунтовала по ванн. Он застыл пятнами. Потом отмывала солушку-ключницу от этого безобразия. Правда, ПВА был столярный. Хм. Это, конечно, интересно. Пятнами. Тоже столярный, да. Ну, по сути, у нас у всех ПВА столярный. Получается, что... Какой? Тоже на качество нужно смотреть, да, все-таки? На качество. Левыч идет. Лева, ты вообще тут, да? Хорошо. Так, все мне сейчас опять снесет. Как обычно просто. Вот вы посмотрите, куда лег. Куда лег Лева. Левыч, конечно, к нам пришел. Сейчас прочитаю. Пуська, маленькая Малипуська. Ой, опять замурлыкал. Вы посмотрите, опять замурлыкал. У нас, кстати, сейчас обалденно сильный ветер поднялся. А я сплела две пляжные сумочки. Так мне они в душу запали. Теперь хочу себе такую же. Ой, да. Я вообще-то против плетеных сумок. Я просто, как бы, не знаю, всегда затряпочные. А тут, я не знаю, ну повело. Но я, наверное, больше не буду плести сумочки. Сейчас, по крайней мере, у меня в планах нет. Вот. Посмотрю. Может, когда-нибудь и круглую сплету. Такой бум сейчас на эти круглые сумочки. Может, действительно сплести. Не знаю. Хотя, куда она мне, эта круглая сумочка, уж точно я ее носить не буду. Вот. С разговорами мы ее пролакировали. Ну, она все равно осталась такая. И вот, смотрите, я сейчас второй слой не буду делать, потому что она у меня еще такая липковатая. Нужно, чтобы липкость прошла все, чтобы лак высох полностью. Где-то часиков шесть я точно подожду. А вообще, наверное, завтра утречком ее пролакирую перед дачей. Вот. Чтобы уж наверняка, чтобы она точно не липла у меня никак ничего. Вот. Все. Готова сумочка. Ну, прикольная. Не знаю, мне нравится. Ах, все, не могу. Мне уже неудобно, что я так это... От своей же сумочки тащусь неудобно перед вами. А то скажите, хвастаюсь. Ну, я реально не хвастаюсь. Реально, мне она так вот прям нравится. Не знаю. Давайте, почитаю вас. Так. Мы на даче красили двери, поэтому выбирали такую химию. Но уже есть краски с грунтовкой. Да. И, кстати, краски с грунтовкой есть. У меня первая коробушка. Не покрыта лаком, только грунт с водой крепкая. А вот другая, также грунтованная, но под лаком, стала мягкой через пару лет. Вот это интересно, конечно. Лёва как по расписанию. Да, уж точно. Ой, я смотрю... Ой. Я себя переключила, представляете? Я смотрю так. Лёва пользуется хорошим успехом. Вот я тоже всегда думала, как с плетённым они неудобно, но оказалось наоборот. Вот. Спасибо. Круглую можно подарить или розыгрыш устроить. Ну, если только, да, если только как-то вот с этим... Как-то с этим обыграть, если только можно подарить действительно или розыгрыш. Вот. Как раз розыгрыш уже давно был, месяц назад, так что... Привет-привет-привет! А так вот, что я о лаке хочу сказать? Да, все спрашивают. Я что вообще ещё хочу сказать? Вот пишут мне очень многие там... Ой, какой лак! А я купила такой, а потом я купила такой, а потом сякой. Ничего мне не нравится, подскажите. Ну, считаю, что не надо вот разбрасываться на многие материалы. Я тоже раньше была такая, я это закуплю, это закуплю. А сейчас вот я остановилась на этом лаке. Вот. На этом лаке. Я знаю, что он хороший, и я его пока менять не собираюсь. Пока вот он меня устраивает. Ну, конечно, не во всех регионах есть лак Текс, к сожалению. Не во всех регионах. Пробовала Евротекс. Сон у меня, конечно, лип. Жутко. Приветики! Вот же час сидим. Ага, ну, значит, скоро отключат. Пропустила начало. Чем покрыли? Лаком. Вот таким вот лаком Текс. Спасибо за этот позитив. Пойду теперь дальше плести. Давай. Ладочка в Ютубе это всё будет? Да. Как у меня никогда не получается смотреть онлайн. Забыла сказать всем приветики. Привет, Катюшечка. В Ютубе обязательно будет для тех, у кого нет Инстаграма. Конечно, люди там ругаются, что я такие видео загружаю с Инстаграма. Но для истории пусть будет. Я теперь поняла, всё нужно загружать. Всё. Никого не слушайте. Вот. Ну, всё, дорогие мои, спасибо большое, что были со мной. Очень-очень вам всем рада, безумно. Плетите, плетите в удовольствие, главное, чтобы вам это всё нравилось. Так что жду ваших сумочек. Жду ваших сумочек всех. Мне очень приятно. Отмечайте меня тоже. Мне лака Олимп больше нравится, чем Текс Олимп. Меньше расходуется. М-м-м. А вот, кстати, я не знаю, есть ли у нас Олимп. До понедельника. До понедельника. Не знаю, надо посмотреть тоже. Ну, всё, всем пока-пока. Сейчас буду обрабатывать это видео, загружать на YouTube. Так что до понедельника, да, в понедельник встретимся. А в четверг, кстати, в следующий мы плетём с вами пану дерева. Продолжаем. Уже заканчиваем. Так что тоже приходите. Всё, всех-всех-всех. Обнимаю. Пока-пока. До встречи. Пока-пока.